Незаслуженно, скажем так, омолаживает Череповец и местность нашу, где живут люди сейчас череповчане. В начале 10 века вот здесь уже кипела жизнь. 10 век, Череповец не может быть. Череповец это трубы, завод, металлургия. А вот и нет, скажу я вам сегодня. Во-первых, Череповец, по данным археологов, старейший город Вологодской области. Во-вторых, современный Череповец совсем не похож на город-завод. Больше того, Череповец – туристический город. Череповец находится между двух столиц. От Москвы на автомобиле можно добраться за 7 часов, а на самолете за час. Международный аэропорт Череповец в вашем распоряжении. И вы на пересечении двух рек – Шексны и Ягорбы. Именно такое выгодное географическое расположение являлось ключевым в развитии этой территории во все эпохи. Череповец был заселен еще в каменном веке. Это были небольшие поселения, а вот крупное поселение, где жили большое количество людей, скажем, это 10 век. Помимо охоты и рыболовства, в этих краях занимались торговлей и ремеслом. Торговали пушнины, изготавливали кузнечные инструменты, резали кость. Проживали здесь слетейщики бронзы, гончары. Богатство Череповецкой земли везли на Нижнюю Волгу, Кавказ, в Среднюю Азию. Принципиально важными являются находки двух монет серебряных. Эти монеты находятся на витрине. Они не в целом виде. Одна монета наполовину отрезана, вторая – на четвертинку, но они датированы. Нумизматы, специалисты определили, что одна монета чеканилась при династии саммонидов. Это были восточные монеты, то есть арабские их называют еще. То есть это первая половина X века. А вторая монета – более тучная. Эмир, который жил и чеканил эти монеты, правил с 892 года по 907. Местный музей археологии невероятно богат в плане экспозиции. Раскопки в этих краях проводят до сих пор. В Череповце 14 государственных музеев плюс несколько частных. Выбрать программу на любой вкус не составит никакого труда. Например, можно воспользоваться единой интернет-площадкой и в несколько кликов создать собственный экскурсионный маршрут по городу. Ну а я, как всегда, иду своим путем. Ну как можно на ручных весах, когда руки все равно немножко вибрируют. Можно точно отмерить, очень точно. Музей аптеки – музей новый. А вот реальная аптека, которая располагалась в этом помещении, старейшая в городе. Фармацевты в своей работе используют вот такую основную книгу, называется «Государственная фармакопия», что в переводе с греческого «фармакон и пео делаю», то есть «руководство по изготовлению лекарств». Вот это у меня в руках фармакопия седьмого издания, 1929 год. В нашем музее самая старая фармакопия четвертого издания, 1891 год. Аптека номер один была открыта в этом здании в 1880-е годы. Работала в советское время, как реальная аптека закрылась, в общем-то, недавно. Бюреточная установка, инфундирный аппарат, интересных вещиц в музее аптеки предостаточно. И главное, все не просто можно трогать, но и нужно на разного рода интерактивах. Кстати, в зелейной лавке обитают настоящие пиявки, не говоря о скелетах в шкафу. Череповецкий музей аптеки – это полное погружение в аптекарское дело, абсолютно разных эпох. Вот, например, благодаря вот этому костюму можно почувствовать себя аптекарем из 19 века. Есть в Череповце и музей здоровья, тоже новый. Как-то трепетно горожане относятся к теме медицины. Череповщане вообще интересный народ и, к слову, богатый на известные имена. Художник Василий Верещагин, его брат маслодел Николай Верещагин, поэт Игорь Северянин, хирург Николай Амосов, журналист и телеведущий Леонид Парфенов, поэт и музыкант Александр Башлачев. А вот здесь пока остановимся. Совершенно очевидно, что Башлачеву нужно было родиться, где он родился, жить там, где жил, общаться с кем общался, чтобы стать тем самым Сашей Башлачевым, которого мы сейчас знаем. И мы с удовольствием приглашаем вас в машину времени, в туннель между мирами, в параллельный мир, мир Саши Башлачева. На лирику Башлачева и на его фигуру, на его творчество смотрели вслед ему такие гранды, как Гребенщиков, Кинчев, Шевчук. Более того, тот же Шевчук сказал однажды, что до знакомства с Башлачевым и его творчеством Шевчук даже не представлял себе, что можно мыслить настолько гигантскими, настолько глобальными масштабами. Я по России во многих очень музеях была и снимала, в том числе многие музеи. Это первый музей на моей памяти, моей практике, моей работе, в котором я ничего не имею права показать и даже не хочу показывать зрителям. И вы просите меня это не делать. Почему? Дело в том, что наш музей, он очень необычен. Это не просто музей, где в витрины приходишь, смотришь так, как нужно. Нет. В нашем музее мы проводим своеобразные аудиовизуальные спектакли. Любовь – это поезд, седая назад, где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова – перекресток железных дров. Покажу только кусочек подлинной башлачевской гитары и уходим. Здесь, правда, нужно видеть все лично и желательно без спойлеров. Ладно, так и быть, будут вам и трубы, и завод, только созданные исключительно для туристов. Десятки мультимедийных экспонатов, которые на очень привычном всем нам языке, мультимедийным рассказывают о теме, собственно, которая обозначена в названии музея металлургии. И интересно это тем, что сегодня в России бум промышленного туризма, и мы находимся, так сказать, в русле интереса, который сегодня проявляют туристы. Два этажа от истоков производства железа, заканчивая стальной современностью. А знали ли вы, что первое железо, с которым начали работать люди, неземного происхождения? Метеориты сильно помогли будущим металлургам. Уломские гвозди покупались в большом количестве англичанами. Ну и этот гвоздь конкретно, 18 век, произведен на заводе, построенном под Череповцом по приказу Петра I, 1703 год. Кстати говоря, интересная ярмарка, по-нашему говоря, мультимедийная. Мультимедийная можно продать, причем в ценах 1865 года. Что у нас тут, петли и скобы продаем? Вот таким образом продаем. У нас это простенько. Продали. Выручили 4 рубля 64 копейки. Вот на первом этаже как раз смотрели первые горны, самый древний волчья яма, 40 сантиметров. И вот современная металлургия. Человек совершенствовал агрегаты и дошел до современных доменных печей. Можно увидеть то, что вы не увидите, побывав на реальной доме. Все процессы, которые происходят внутри печи. На втором этаже есть несколько настоящих образовательных лабораторий. Кстати, именно музей металлургической промышленности горячо рекомендовали мне на хоккейном матче болельщики-локомотивы из Ярославля. Музей металлургов очень завораживает. Его невозможно пройти за один день. Вот, то есть это минимум 2-3 дня, по-любому, по-другому никак. То есть очень большая общая программа. Если еще взять гида, то это очень все так красочно, ярко. Ярославцев принимают хозяева ледовой арены – хоккейный клуб «Северсталь». Хоккейный клуб «Северсталь» – старейший в России череповецкому хоккею 6 десятков лет. Восфитоньки череповецкой школы не раз защищали честь страны на крупных международных турнирах. И нынешние молодые игроки также уже сейчас являются кандидатами в сборную страны. А вообще в 2008 году хоккейный клуб «Северсталь» являлся одним из учредителей континентальной хоккейной лиги и является бессменным участником всех турниров с самого первого сезона. У многих хоккейных болельщиков, оказывается, тоже есть туристическая программа по череповцу. «Приезжаем сюда за 3-4 часа до игры, то есть дальше там какая-то мини-экскурсия по городу, по которому мы приехали. По экскурсии мы играем, вот, дальше…» А дальше – большой хоккей. После такой игры не грех и перекусить. Только в рестораны, которых в Череповце, разумеется, много, я вас, конечно же, не поведу. Есть кое-что поинтереснее. Заглянем в историческую часть города. На каждой адресной табличке домов значится второе название советского проспекта – бывший Воскресенский. Вплоть до революции 1917 года Воскресенский проспект соединял два главных городских храма – Воскресенский собор и Благовещенскую церковь. Последняя в полуреволюции не сохранилась, а вот Воскресенский собор до сих пор словно возглавляет историческую часть города. Сегодня здесь находится камерный театр, несколько музеев, большое количество кафе и ресторанов, филармоническое собрание. А еще бывший Воскресенский проспект по-особому пахнет. С соседней маленькой улочке доносится вкусный сладкий запах. Прямо в исторической части города находится большое кондитерское производство, о чем свидетельствует не только приятный запах, но и арт-объект «Девочка с бисквитом». Попробовать череповецкие бисквиты и прогуляться до этой замечательной девочки на маленькой улочке, прилегающей к бывшему Воскресенскому, ныне Советскому проспекту, обязательно стоит. Ну и пока я наслаждаюсь череповецкими сладостями, послушайте занимательную историю создания этого необычного арт-объекта. При обсуждении концепции арт-объекта предлагались различные варианты. Среди них даже громадный рулет, похожий на баллистическую ракету на старте. Хорошо все-таки, что остановились на этой симпатичной девочке с бисквитом. Меж тем вечереет, а нам нужно успеть и еще в одно суперпопулярное место. Одно из самых узнаваемых мест череповцы не завод, а вот. Ну, конечно, в нашем музее самым ценным экспонатом является дом, в котором вы находитесь. Дом был построен в 30-е годы 19 века, и он был построен в таком замечательном стиле, как строгий классицизм. Был построен полностью из дерева, в этом и есть уникальность, некая уникальность такого нашего дома. Сегодня это историко-этнографический музей усадьбы Гальских. У нас есть мемуары, воспоминания одного из родственников, первых владельцев нашей усадьбы, который пишет в них, что в 1830 году был в гостях у своей сестрицы Надежды Федоровны, уже в новом доме, в усадьбе близ города Череповца. А в это время, в 1830 год, эта усадьба была не дача, она была местом постоянного проживания дворян. И она стала в тот момент местом постоянного проживания для семьи Андрея Ивановича Кудрявого. Получается, Андрей Иванович Кудрявый и Надежда Федоровна Рязанова имели пятерых детей. Но так случилось, что мальчики, Иван и Федор, умирали, не достигнув совершеннолетия. И, соответственно, они наследницей, основной наследницей сделали свою старшую дочь, Александру Андреевну Кудрявую, которая в 1849 году вышла замуж за Льва Николаевича Гальского. В советское время часть имущества передали в музей, благодаря чему сохранились, например, вот эти часы Гальских. Сегодня в музее представлено около 30 подлинных предметов, принадлежавших последним хозяевам усадьбы. Остальные экспонаты тоже подлинники 18-19-го, начала 20-го веков из музейных фондов. Но самое ценное в экспозиции – фотографии. И случилось, можно сказать, настоящее чудо, потому что были найдены потомки этой семьи. Они уже в тот момент имели совершенно другую фамилию. Клеймант Мария Николаевна – это младшая дочь последнего владельца этой усадьбы. И она с большой радостью приняла нас в гости, с большой радостью делилась своими знаниями, воспоминаниями об этом доме. И, наверное, подарила нам самый ценный подарок. Подарок ценный как для своей семьи, самый ценный, так и, конечно же, теперь ценный для нашей музея. Она подарила весь фотоархив своей семьи. Фотография сделана в той самой гостиной, где мы сейчас с вами находимся. Посмотрите, господа, последние владельцы нашей усадьбы, сфотографирование на фоне зеркала из Ростовой печи. Можно увидеть, что у нас сохранилось как зеркало, так и печь, конечно же. И в кадр попадают портреты, которые сейчас также есть в нашей экспозиции. На вечернюю прогулку я выбрала абсолютно новую для череповца локацию «Архангельский мост». Его открыли совсем недавно в этом году. Теперь за Шекснинскую часть города, она на той стороне реки, с другими районами соединяет два моста. А в этой части города, в створе улицы Архангельской, оборудовали фотозону, где можно сфотографироваться с уменьшенной копией новой переправы. Центральная городская набережная – еще одна новая локация для череповчан и гостей города. Протянулась она по побережью сразу двух рек Шексны и Ягрбы. И несмотря на дождливую погоду, сегодня здесь гуляют люди. Заметьте, я не ориентируюсь на туристические сезоны, какие-то специальные мероприятия или праздники. Я вижу и показываю вам города Вологодчины такими, какие они есть. Будничные, иногда солнечные, иногда дождливые. И гуляю сегодня по этой вечерней череповецкой городской набережной. Я ощущаю тепло и в который раз убеждаюсь – города Вологодчины – это душа русского севера. Редактор субтитров А.Семкин